Российская армия снова и снова ведет прицельный огонь по Николаеву. Ежедневно гибнут мирные жители в Донецкой области. Под вражескими обстрелами приграничные районы Сумской области. Подробнее о новых атаках россиян смотрите далее в сюжете. Утро в Николаеве снова началось со взрыва. В россияне ударили ракетами по промышленной зоне города. Полностью разрушено ремонтное предприятие. Также в городе повреждены 10 многоэтажных домов, торговые павильоны и дачные усадьбы. Окупационные войска обстреливают Николаевскую область ежедневно. За минувшие сутки зафиксировали 21 ракетный обстрел и 28 артиллерийских. Могу сказать, что двое гражданских лиц получили ранения. Что касается мест, где были обстрелы, объект, инфраструктура, как обычно, некоторые предприятия транспорта. По словам Виталия Кима, российская армия целенаправленно уничтожает гражданские объекты. С начала полномасштабной войны в Николаевской области разрушено более 8 тысяч зданий и повреждено почти 100 промышленных предприятий. Три ракетных удара сегодня утром враг нанес по Торецку. В Донецкой области разрушены частные дома и гаражи. Также под огнем оккупационных войск снова была Авдеевка и Марьенко. Россияне бьют исключительно по жилым домам. Ежедневно в Донецкой области гибнут мирные люди. Россияне продолжают обстреливать приграничную территорию Сумской области под вражеский огонь. Вчера вечером попали три общины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, в результате обстрела повреждены окна в жилых домах, линия электропередач и трансформатор. Пострадала во время обстрела здание базы отдыха. Там ранена 65-летняя женщина, которая работала сторожем. Российские войска в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. По Никопольскому району дважды ударили из градов. Выпустили четыре десятка снарядов. Ранена женщина. А в городе Марганец в результате обстрелов повреждены восемь пятиэтажек, здание больницы и детский сад. Снаряды попали и на территорию промышленного предприятия.